Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за уничтожение повреждений лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили ущерб размене превышающим 10 тысяч рублей. А также установлена ответственность за уничтожение повреждений лесных насаждений и иных насаждений путем поджога или иным вообще опасным способом. При этом под неосторожным обращением с огнем или иными источниками повышенной опасности понимается несоблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара, например, разведение или оставление неподтушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы, осуществление горюче-смазочных материалов, бросание горячих спичек, окурков. Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Если нарушение правил пожарной безопасности в лесах, расположенных вне лесопарковых зеленых поясов, не повлекло уничтожение или повреждение лесных или иных насаждений, то ответственность за такие деяния наступает в соответствии со статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающих максимальное наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Продолжение следует...